Девушки отдыхают Ко мне не было таких претензий, тем более в данном случае автором статьи значится другой человек, возможно это чей-то псевдоним, претензии предъявляются конкретно ко мне. То есть это говорит о том, что это явно заказной характер дела, таким образом хотят со мной расправиться. Все началось с этой публикации. В ней говорится о борьбе за тендеры в Октябрьской области и о том, как отрезанные от бюджетного пирога люди устраивают скандальные разборки с привлечением СМИ. Автором значится некая Бахыт Ильясова, но чиновники считают, что это псевдоним Натальи и теперь грозят ей тюрьмой. Уголовное дело возбуждено в порядке частного обвинения. Обвинителем выступает олигарх Морал Итигулов. Он требует привлечь женщину к уголовной ответственности и получить 10 миллионов тенге в качестве возмещения морального ущерба. Что причастность журналистке не доказана, никого не волнует. Ордер уже выписан. Нужно понимать, что Морал Итигулов это всего лишь орудие в руках других совершенно людей. И он просто в этом случае исполняет заказ. Но к этой статье я лично никакого отношения не имею. Матери двоих детей вместе с супругом пришлось покинуть родную страну. Ее муж Айдос Садыков о методах борьбы властей с неугодными журналистами знает не понаслышке. В 2010 году его осудили на два года лишения свободы. Тогда полицейские организовали провокацию. Избили мужчину и попытались подкинуть телефон якобы потерпевшего, а на деле переодетого в гражданское полицейского. Завели уголовное дело. Не дали никаких шансов для того, чтобы оправдаться, доказать свою невиновность. Пришлось выехать из страны. Я уверен, что рано или поздно мы докажем, что дело это сфабриковано. И вернемся в страну. Самым же интересным в этой истории является то, что против Наталии дают показания и собратья по Перу. Коллеги-журналисты, которые даже не знакомы с ней, свидетельствуют в этом деле против Садыковой. Шокирует, конечно, еще такой факт, что свидетелями по этому делу, которые якобы могут подтвердить, что это именно я, являясь Бахот и Ильясовой, выступают актебинские журналисты, которые, даже если бы это было так, вообще не могут знать этого. Впрочем, Наталья и Айдо Садыковы не единственные жертвы диктаторского режима. Казахстанские тюрьмы плачут, пожалуй, по каждому, кто осмелился выступить по ту сторону баррикад. Гражданский активист Мурат Телебеков также вынужден скрываться. Причиной немилости властей стал несостоявшийся митинг, который он планировал организовать против коррупции в системе образования. Но чиновники инициативу не одобрили. Мало того, что в митинге отказали, так и уголовное дело еще завели. Теперь активист страдает за правду. Вот последнее сообщение Мурата специально для нашей редакции. Цитирую. У меня серьезные проблемы. От родственников в МВД поступила информация о том, что получен приказ сверху. Закрыть меня на 15 суток любыми способами и оказать физическое давление в камере. Возле моего дома круглосуточно дежурят полицейские. Между тем, казахстанские власти откровенно врут, заявляя, что в республике никого за клевету не сажают. Однако теперь получается, что несвобода слова в стране достигает апогея. Ситуация с Натальей Садыковой и Муратом Телебековым тому яркий пример. И судя по действиям казахстанского Илбасы, это только начало.